Деревенские истории Гомельщины. Интересные, позитивные, содержательные. Думаете их единицы? Напрасно. Историй, повествующих о том, как люди меняют сельское пространство и жизнь в нем настолько, что результат манит даже городских жителей, тысячи. С гомельскими парнями, которые возродили поселок Червон и Кострышник в Реческом районе, мы вас уже знакомили. Кирилл, Дмитрий и Максим восстановили дома в поселке, который теперь стал площадкой для воплощения творческих проектов и научной деятельности. История горожанина Виктора Прищепова тоже показательна. Почти 20 лет тому назад он обосновался в поселке в 60 километрах от областного центра. Организовал обширную пасеку, сделал пчеловодство своим бизнесом. А вот это уже Житковичский район. Удивительная приемная семья рудницких из деревни Вильча. Хозяева агроусадьбы и организаторы большого птичника, в котором есть перепела, фазаны разных видов и даже королевский. Есть и павлин. Словом, сегодня деревня для наших людей это уже не просто территория вдохновения и творчества. Это территория комфорта, непростой, согласитесь. Но очень интересной работы и, кстати, достойного заработка. Если вы, уважаемые телезрители, с этим утверждением согласны, звоните нам, пожалуйста, 34 22 43 и рассказывайте вашу деревенскую историю. Ну а если вы не согласны, тоже, пожалуйста, звоните и будем думать вместе, как изменить ситуацию. Давайте подумаем, что нужно сделать, чтобы деревня стала привлекательной для жизни. 34 22 43 номер нашего телефона. Отправляйте и ваше сообщение в Вайбер. Его номер вы видите на экранах. Дорогие друзья, сегодня Одинцовый из деревни Старая Белеца, что здесь недалеко от Гомеля, семья в Гомельском районе достаточно известная. Молодые, активные, креативные, кстати, победители районного этапа конкурса «Властелин села-2017». Добрый вечер. Здравствуйте. Вы, я понимаю, не полной семьей пришли, частично, да? Да. А где же остальные? Два наших сына сидят с родственниками. У вас еще Глеб и Захар? Глеб и Захар. Прекрасно. Я хочу познакомить всех телезрителей. Екатерина Одинцова, Максим Одинцов и, конечно, старшая дочь. И пока единственная в семье Ульяна. Ульянка, добрый вечер. Ты первоклассница? Да, сказала Ульяна. Ребята, скажите, вот ваша деревенская история, она счастливая? Конечно. Я знаю, что Максим, он коренной деревенский житель. Старой Белицы или нет? Где родились? В соседней деревне. А в Старой Белице уже всю сознательную жизнь жили, да? А вот Катя, наверное, городская или нет? Я сама с Казахстана. Мы в 91-м году переехали в Беларусь, в Будокошлевский район. Ну, а потом уже, вот как 7 лет, уже в Старой Белице уже пустили корни. Ну, городской себе считаете или все-таки... Все-таки, наверное, деревенской. Хорошо. Ребята, скажите, вот сейчас, пожив в деревне определенное время, вкусив и сложности, да, и прелести деревенской жизни, скажите, променяли бы деревню на город или нет? Нет. Сто процентов нет. Желания особо нету такого. Это честно? Да. Это честно. Хорошо. Следующий вопрос. Почему? Ну, потому что, я не знаю почему, но горожане думают, что в деревне жить плохо. Хотя там плюсов очень много. Во-первых, свежий, чистый, незагрязненный воздух, натуральные продукты, овощи, фрукты, ягоды со своего огорода, домашняя любимая живность. Ну, и что еще сказать? Красивые дети, которые могут гулять во дворе, да, и, собственно, под присмотром, ну, вот на определенные территории на природе. Мы детей приучаем уже с детства к труду потихонечку. Ну, как? Ну, мы все равно выезжаем в город, в цирк, в парк, на аттракционы. Также посещаем всякие кукольные театры. То есть ваши дети видят тоже, что и городские? Может быть, даже и больше видят. Да. Потому что иногда городские жители в суете, ну, не находят времени на то, чтобы в парк своего ребенка отвезти. Хорошо. Ну, а вот какие-то преференции, там, сад, школа, магазины, все это... Да, у нас есть начальный садик. У нас там около 23 детей в садике. Потом есть начальная школа от первого до четвертый класс. Там у нас, по-моему, наверное, 13 человек в школе. Но все равно, видите, прекрасно. Да, есть магазин. Ну, в случае чего, вам повезло, я вам хочу. Клуб с библиотекой, да. Ой, клуб с библиотекой, да. Вам повезло. Вы, конечно, недалеко от города. Ну, конечно. Но в городе бываете частенько, да? Часто, да. Ну, да. Ну, хорошо. Но, тем не менее, все равно от деревни не отказывайтесь. Насколько вы хорошо узнали за эти годы деревенский быт, я предлагаю вам проверить. На экране... Это вам такой этнографический тест. На экране через некоторое время, Ульянка, давай будешь помогать родителям. Ты же уже первоклассница, много знаешь. Будут появляться картинки с изображениями предметов, старинных предметов, которые раньше наши предки использовали в быту. Ульян, ну, иди к зрителям, да. Вот. А вы попытаетесь узнать, что это. Вот, смотрите. Такая вертикальная опора. К ней крепится палочка и вот такое устройство. Не знаю, куда можно вот явно кого-то поставить. Но, возможно, ваши дети таким не пользовались, но это было обязательно в вашей жизни. Трижды. Трижды. Ну, явно для детей. Что это? Ну, это явно, что для детей что-то. Да. Аудитория наша подскажет, что это может быть. Это ходунки, действительно, это ходунки. Вот в эту петлю ставили ребенка. И ребенок ходил вокруг шеста. Пожалуйста, спасибо вам. Аплодисменты, да. Следующая картинка. Что это? Это жирнова, по-моему. Жирнова, Катя. Молодец. 10 баллов по 10-ти бальной. Ну, а вот это что? Это... Ну, швейный какой-то. Нет, это как волокно они делают. Так, так, так. Нить изготавливали. Самопрялка. Подсказки из зала. Да, молодцы. Снова аплодисменты. А вот это что? Ну, скажем так, ну, для того, чтобы... Ну, для тех, кто носил лапти, это, может быть, и не надо было. А вот тот, кто носил сапоги, этим пользовался. Это такое устройство для, ваше предположение? Нет, не для ремонта. Нет, и не для просушки. Это устройство по-белорусску легкой. Для того, чтобы было удобно снимать сапог, не повредив голенище, каблук и пятку. Вот такое интересное устройство. Ну, а это что, Максим? Ну, это вы точно знаете. Катя? Ну, это... Для ребенка. Для ребенка игрушка, типа. Ну, это не только для ребенка. Это паук, белорусский паук. Его подвешивали к потолку. Да, кстати, или на Рождество, или на Пасху, на Великдень, да. Это считалось символом благополучия. Еще у нас что-нибудь осталось? А вот это что? Вот такая деревянная штука, деревянная такая штука с ручкой. Это, наверное, белье отбивали что-то. Абсолютно точно. Настоящие жители. А вот еще одна вещь. Прылада. Ну, явно висит в хлеве, значит, для крупного рогатого скота. Что это, Максим? Вы как животновод? Нет, не разделывать, это для живых. Чтобы рога можно обрезать. Как? Рога обрезать. Нет, не рога обрезать. Ваше предположение, аудитория? Это ермо. Один вол и второй вол голову. И вот шли в паре, пахали и так далее. Интересная вещь, правда? Осталось ли что-нибудь у нас? Нет, не осталось. Ну, молодцы. Я бы вам поставила, ну, не 10, 9 баллов, да. А учитывая, что это молодежь 21 века. Просто выше всяких похвал. Спасибо вам большое. Спасибо. Ребята, расскажите о вашей семье. Ну, то, что у вас трое детей, это мы уже знаем. Как, что, на чем семья держится? Ну, как бы живем уже с женой 7 лет. Познакомились в деревню Старобелица. Там проживает сестра ее, она периодически приезжала к нам. И так и познакомились. Да, там есть такой чудесный парк у нас, как бы, и как бы мимолетом там познакомились. Место знакомства. Подвигайтесь ближе. Я вот так хочу, чтобы вы рядышком сидели. Ну, и как бы в скором времени сыграли свадьбу. Сыграли свадьбу, да. То есть недолго вот этот вот конфет на букет. Полгода, наверное. Ну, так это уже срок. Для нас это было как месяц, по-моему. Как один день прилетело, правда? Ну, потом уже пошли дети уже, как бы, один за одним. Вот старшая у нас, вот, Ульяна, она вот в этом году пошла в первый класс. Средний сын у нас, вот, Захар. Он сейчас учится, ой, ходит в детский сад. Ну, а уже младший, Глеб, сидит с мамой дома. Два года. Уже два года, да? Да, ему уже два года. В скором времени будете выходить из отпуска, да? Да, да. Ну, я хочу вот что спросить. Говорят, что с одним ребенком сложно, а с тремя уже не так. Вот, Катя, вот как вам было? С одним сложнее или с тремя? Ну, знаете, с тремя как-то, по-моему, проще. И тем более у меня муж хороший, он помогает мне во всем. Он даже приходит с работы, уставший, не уставший, он помогает все время. Мне за детьми смотреть, если там не надо куда-то отлучиться, он все время берет на себя все обязанности. Ну, и дочь у меня, конечно, прекрасная, тоже помогает за младшим. Особенно сыном, она смотрит, помогает мне вообще хорошо. Это очень здорово. Максим, я знаю, что вы после работы, да? Да. Ну, как бы сегодня, да. Да, ну, вы работаете? Ксу, пуридская. Животномод. Да, да. В чем ваша работа заключается? Уход за животными? Крупно-рогатым скотом, да. Как бы кормление. Ну, все же. Ну, знаете, все тонкости наверняка. Ну, как бы уже, да, уже 6 лет работаю. Кать, а вы по профессии кто? Я вообще сама контролер, кассир, продавец. Но, чтобы получить дом в Старой Беллице, мне пришлось выйти оператора машинного доения, чтобы получить жилье, ну, и, конечно, проживать там. Непростой труд. Это, наверное, уже не кассир-контролер. Нет. Там у нас в Старой Беллице компьютеризированный комплекс. Там все на компьютерах. То есть это совсем не то, что мы представляем, да, доярка. Это совсем иное. Это вообще там пару кнопочек нажал, опустилась, подсоединил, все, она отдаилась. Катя, вы так говорите, что после этой передачи все в деревню поедут кнопочки нажимать. Так, на самом деле, ничего страшного такого нет. Там все, я говорю, там все компьютеризировано, везде кнопки, нажимаешь, все подключается, все, корова отдаилась, она все сама отошла. Такая прекрасная картина нарисовалась, а у нас между тем есть... Телефонный звонок. Обязательно. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Ну, будем надеяться, что телезрители еще раз дозвонятся. Это очень здорово, что прошли телефонные звонки. Скажите, пожалуйста, вот, ну, я знаю, что молодые люди, вот, на начальном этапе очень ценят семью, но, наверное, еще мало понимают, что есть семья, что самое-самое ценное, что их скрепляет. Скажите мне, что для вас семья? Для меня семья – это любовь, терпение, понимание. У меня есть замечательный муж, я ими горжусь. У меня есть красавица-дочка, два сына. Ну, у нас нет богатства, у нас есть достаток, но самое главное, у нас есть большая дружная семья. Достаток есть, чтобы не мало важно, да? Ну, конечно, да, достаток есть. Это прекрасно. Ну, а так у нас взаимопонимание, уважение, самое главное. Ну, я хотела бы несколько слов все-таки от Максима получить, вот, на семейную тему. Для меня семья – это большая гордость и, как бы, смысл моей жизни, как бы, это то место, куда я могу, ну, хочу, как бы, возвращаться с работы. Я знаю, что я приду, у меня дома будут ждать. Ну, любят и ждут, как бы. Максим, ну, ведь вы совсем молодой человек. Ну, как бы, еще пока не стар. Ну, вы оба, 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 оба прекрасно выглядите, яркие, креативные, молодые, и вот с таким правильным отношением к жизни. Ну, слова восхищения. Надеюсь, что слова восхищения выскажет и наш телезритель. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина Михайловна. Звоню из Лоевского района. Так. Посмотрю вашу передачу и просто любуюсь такой замечательной супружеской парой, как Максим и Екатерина. Спасибо. Какие неактивные, просто замечательные. Скажите, пожалуйста. Действительные, активные, позитивные. Абсолютно точно. Скажите, пожалуйста, а ваша деревенская история счастливая? Ну, пусть это районный центр. Вы сказали, что вы из Лоева, да? Да, да. Вам нравится в этой местности жить, скажем так, не в Курангой? Ну, нравится, конечно, все свое, как говорится. Огурчики, помидорчики, все свое. Ну, только, конечно, надо трудиться. Ну, безусловно. На это все. Ну, а так хорошо, в деревне теперь хорошо жить. В деревне сейчас стремятся даже горожане, абсолютно точно. Те, которые умеют трудиться, тем подойдут. Я хочу этой замечательной паре пожелать, чтобы их труд приносил им благосостояние, чтобы было любовь и согласие в их семье, здоровье, здоровье их деткам, ну, и успехов им во всех их делах и начинаниях. Спасибо огромное за ваши пожелания. Спасибо. Вам тоже всего самого наилучшего. Пусть все в вашей жизни сложится хорошо. Ребят, ну, присутствует ли в вашей семье взаимозаменяемость? Вот может, Катя, давайте провокационный вопрос задам. Может, Максим вот сразу троих детей уложить? Сто процентов. Вот то, что вот это он делает сто процентов. Может, где-то я не могу его заменить в чем-то, но он меня заменяет сто процентов. В ФД даже без разговоров. В любом деле. Да, он и детей спать положит, и кушать наварит, если там вдруг. И памперсы поменять. Все, что хотите сделать. Ну, вам повезло. Каждой женщине по такому мужу, как говорят. Да, вот точно. Хорошо. Хватает ли вам времени для дел для души? Конечно, хватает. Ну, не столько. Ну, то есть это не только хозяйство, это не только хлопот, это не только моменты воспитательные, еще и для хобби? Да. Ну, не столько, сколько хотелось бы, но немножко есть. Чем любите заниматься? Ну, как бы... Ну, открывайте секреты уже все. Ну, в свободное время, как бы, когда у нас свободное время? Зимой. Да. Как бы, чем я люблю увлекаться? Ну, вот, как бы, занимаюсь лозой, так могу, так съездить к сестре, там, и, там, муж ее, как бы, можем поплести там чего-нибудь. Ну, если есть время. Это здорово. А Катя? Ну, и хобби – это дети, хозяйство и кулинарство. И кулинарство. Да. И Максиму, наверное, с лозой помогаете. Ну, вот так, чуть-чуть. Чуть-чуть. А что любите делать всей семьей? Отдыхать, ездить. Хороший ответ. Так. А есть ли у вас дело, которое объединяет всех, даже самых маленьких? Есть. Давайте. У нас есть наше национальное блюдо, и мы любим всей семьей сидеть и лепить манты. Прекрасно. Мы обязательно это сделаем. Вы расскажете нам, раскройте все секреты, но сначала еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут. Господи, хотела бы пожелать этой семье. Сначала хочу пожелания. Потому что мне очень нравится эта семья. Какие они снаружи, такие они внутри. И детки у них тоже такие. Хотелось бы, чтобы дальше они так же жили и процветали. Я поняла. Но мне кажется, что вы знакомы. Ну, не знаю, не знаю. Но если вы знаете их деток, значит... Так, Максим уже предполагает. Скажите, как вас зовут? Или это загадка? Пусть будет загадка. Ну, пусть отгадают. Аня. Аня. Это моя кума. Это кума. Да, да, это кума. Аня, это вы? Ну, а так, кто еще? Кто еще? Честно, я. Я бы хотела спросить. Катька. Как называют ее детки наши все в деревне. Катька и Максим. Собираетесь ли вы увеличивать еще свою семью? Не надо пока хватит. Вот это вопрос. Я не знаю. Вопрос ли это для прямого эфира? Ну, я думаю, что они, может, и ответят в прямом эфире. Ну, давайте договоримся так. Они подумают. И на следующий прямой эфир, в котором мы их обязательно позовем, вот они нам с вами дадут ответ. Договорились? Ну, хорошо. Тогда мне еще немного больше вопросить. Прекрасно. Желаем вам всего наилучшего. Спасибо вам за звонок. До свидания. До свидания. Ну что ж, а теперь пройдемте в сиреневую зону. Посмотрим, как же лепят манты, как плетут из лозы. Пожалуйста. Максим, это ваше место. И Катюша, сюда. Здесь у нас все приготовлено. Хотите, присаживайтесь, хотите, размещайтесь. А я посмотрю, здесь же вот это заготовки, это ваших рук. Да, 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 конечно. Или всей семьи? Нет, это чисто моих рук. Я детей кипятку не подпускаю. Понятно. Так, а вот это прекрасная поделка. А это делала поделки моя дочь. Это Ульяна. Это Ульяна делала. Это из картошки, да, Ульяночка? Ну, ты не захотела сюда подойти, но я уже всем расскажу, что это прекрасная композиция, которая называется «Картофельный рай». Так, я не ошиблась? Не ошиблась. Ну, можно еще по-белорусски сказать «Бульбяный рай». Так? Вот, прекрасная. Это дело рук Ульяны. И еще ягоды. Скажите, это с вашего участка ягоды? Это с нашего огорода, да. Малина и ежевика? И ежевика, да. В конце сентября? Да, это сорт ремонтантный называется. Она ползна осенью и почти до самого первого снега. Слушайте, ну вот, успевают и троих детей растить, и работать еще и ягоды выращивать. Да, прекрасные ягоды. Кать, что мы сегодня будем делать? Это манты. Да, это казахское национальное блюдо – манты. Пока вы готовите, да, я еще подойду к Максиму, пожалуйста. Максим, что мы делаем? Как бы комод под белье. Так, это заготовка деревянная. А где дверца будет? Да, деревянная. Дверца, вот она, как бы я уже дома начал плести. Как бы тут петельки потом прикрутятся. Это вот сюда, сверху, да? Да, да, да. Получается такая, ну, что-то вот корзина какая-то, да, емкость? Ну, емкость, да, как бы. Вот это ножки, вот она будет перевернута, да, и будет стоять? Будет вот так стоять. Ага, все, я поняла, теперь это крышка. Прекрасно. Скажите, а чтобы плести вот такое изделие, лозу специально нужно готовить? Или можно вот, ну, нарезать прутиков, да и... Да не, ну, как бы надо сначала нарезать. Как бы это еще надо ее варить. Варится она часа, наверное, четыре. Потом ее надо будет чистить. А уже, ну, как бы это... Когда она пластичной станет, да, эластичной? Да, нет, она уже, когда почистится, высохнет. Потом уже перед тем, как плести, уже надо будет ее замочить, чтобы она мягче стала, и потом уже начинать плести. Максим, ну, вот у вас в студии здесь будет свободное время. Это как раз то время, которого вам так не хватает в старой Белице. Можете заниматься. Я пока к Кате. Кать, тесто, это какой-то специальный рецепт? Здесь вода, мука или что-то еще? Да, тут ничего такого обычного. Два яйца, стакан теплой воды, соль, мука. Ну, а для начинки мясо. Больше лука, так как казахи любят очень жирную пищу. Ну, вообще, она делается с кониной, фарш, но так как... Здесь заменяем на белорусскую свинину или на курицу? Нет, свинину заменяем. Все-таки свинина. Да, да, да. Вот меня всегда интересует... Может, муки добавить? Давайте я сколько буду держать. Может быть... Вот, сколько миллиметров должно быть теста? Тоненькое, вообще тоненькое. Абсолютно тоненькое, да? Это должно быть тоньше, чем на пельмени? Ну, да, чуть-чуть тоньше. Ну, сколько? Миллиметр, два? Ну, миллиметр, наверное. Но оно эластичное, да? Чем тоньше тесто, тем оно вкуснее. Вы можете и три миллиметра сделать, но оно тогда будет не тот вкус. Да, нужно стремиться к тому, чтобы тесто было меньше, а начинки больше. Ну, пока вы занимаетесь, мы принимаем телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как вас зовут и какова ваша деревенская история? Меня зовут Виктория Александровна. Деревенские истории у меня нету. Вы городской житель? Я сама из Гомельского района, возглавляю районную организацию Белорусского союза женщин. Прекрасно. Я просто вот летом познакомилась с нашей семьей Одинцовых, которая снилась в программе из деревни Старой Белицы. Очень приятно. Я думаю, что это очень удивительная молодая семья, и вот в поддержку мы решили позвонить вам. Это очень хорошее дело, да, это очень хорошая идея. Вы хотите поддержать словами или хотите, ну, еще что-то вот рассказать, какой-то факт из вашего знакомства? Чем они вас удивили и порадовали? Я первый раз познакомилась, такая встреча была очень символическая. 8 июля, это День любви, семьи и верности, попала на праздник деревни Старая Белица, сельский дом культуры. Так. Проходил конкурс молодых семей. Участвовало 4 семьи именно из деревни Старой Белицы. И вот молодые супруги Катя и Максим вот обратили на себя внимание не только своей вот яркой такой золотистой внешностью, но самое главное с теплым отношением друг к другу и к своим деткам. И вот после этой встречи, скажем так, неоднократно следила за этой семьей. У нас районный конкурс власти линзи села БРСМ наш проводил. Они потом принимали участие в других конкурсах. Очень яркая и хорошая. И самое главное, молодая семья, многодетная семья, вот они живут в деревне, ведут такой сельский образ жизни. Они очень стеснительные, но это не мешает им быть общественно активными. Поэтому мы очень рады за Максима и Катерину. Мы очень гордимся за них. И хотелось, конечно же, пожелать всего самого-самого хорошего. Спасибо вам огромное, вам всего наилучшего. Это очень приятно слышать такие слова. Кать, наверное, даже забылась, что мы в прямом эфире, правда? Вот, это очень здорово поддерживает. Ну, пока, ребята, со знанием дела, занимаются своими любимыми делами, мы возьмем небольшую паузу. Ну, а вы, уважаемые телезрители, конечно же, звоните. Помните номер нашего телефона? 34 22 43. Знакомьте нас с вашей деревенской историей. Вы можете и в Вайбер писать. Номер вы видите на экранах. Ну, что ж, уважаемые телезрители, манты готовятся. Кстати, как правильно, манты или манты? Манты. Манты. Но я смотрела в словаре, вот мне было просто интересно. Там двойное ударение, и там, и там. Но в Казахстане ставят ударение на окончание, на манты. Мантов, значит, да нет мантов. Но у нас есть манты. Уважаемые телезрители, и комод плетется. Я хочу пригласить в эту студию человека, который очень хорошо знает эту молодую, креативную, позитивную семью. Знает, кстати, не только эту семью, но и много других молодых семей из деревни Старая Белеца и не только. Лариса, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Уважаемые телезрители. Это Лариса Вячеславовна Григоренко, заведующая Старобелецким сельским клубом-библиотекой, помощник председателя Урицкого сельского совета, я не ошиблась, да, и депутат районного совета. Все верно, так? Добрый вечер, Лариса. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот говорят, молодежь в деревне оставаться не хочет. А что скажет человек, который уже не первый год в Старая Белеца живет и знает, в общем-то, все семьи и интересы? Вы знаете, хочу сказать по этому вопросу, вернее, ответить на ваш вопрос, что все-таки есть часть молодежи, которая выезжает в большие города с целью заработать, заработать денег. Но, подчеркну, именно заработать денег, но не найти, создать семью и жить красиво. Но наша деревня, она на сегодняшний день имеет привилегии близ городу, и поэтому наша молодежь, не только местная, вот такая, как пример нашей сегодняшней, в эфире семьи Одинцовых, которые, как образец, к нам приезжают и из других регионов, потому как обеспечены жильем и работой, поэтому создают семьи. Семьи не оставляют, они себе, ну, ограничения в детях, они... Да, могут себе позволить, да, это важно, это важно. Да, потому как, да, есть у нас инфраструктура. Хорошо, как много в вашей деревне молодых семей? В нашей, вообще, многодетных семей у нас 17 в деревне, а молодых многодетных 13. То есть это... Заметьте, я не спрашивала про многодетных, я спросила про молодых, а у вас, оказывается, их много, молодых многодетных. Да, многодетных. Вот у нас молодых многодетных 13 семей. Одна... Хорошо, вы можете рассказать, если хотите поподробнее. Вот, кстати, мы фотографии видим, и я так понимаю, что это тот самый нашумевший клуб семей, да, клуб молодых семей. У нас при Старобелецком нашем клубе-библиотеке, уже на сегодняшний день мы как клуб-библиотека, существует клуб молодой семьи «Добробыт». Так. Создали мы его в 2012 году, как только я пришла на работу, это бренд нашей деревни. На сегодняшний день, чтобы создать этот клуб, пришлось, конечно, принять такое личное участие с каждой семьей, по дворовой обход пройти. И я хочу сказать, что состав нашего клуба молодой семьи сегодня – это пять семей. Это десять взрослых и десять детей. Вы не гонитесь за количеством, за качеством гонитесь, да? Но, скажем, состав наш обновляется за счет того, что все-таки молодые семьи должны возрастной такой держать сенс, поэтому семьи, которые вышли, они уже убывают с нашего клуба, а приходят новые, которые когда-то в клуб приходили подростками. Вот семья Одинцовых, одна из них, которая была, интересы у них были как в спортивном направлении в клубе, так и сейчас, уже будучи семейной парой, эта семья продолжает при клубе находить досуг, проводить свой досуг. Это очень здорово, что вы помогаете им сделать это. Наверное, это скрепляет семьи, ваше наблюдение. Да, это семьи находят в себе общение, семьи находят в себе новых друзей, реализуют в себе свой потенциал. Я не могу не сказать о семье Шлёх, это наши… А вот мы, кстати, их видим, да, на фотографии? Да, вот это наша семья, которая откликнулась на мой призыв, значит, войти в этот клуб. И на тот момент, когда наша семья Шлёх вступила в клуб, у них был один ребёнок, один. Сегодня у них трое детей. Вот так. Клуб способствует ещё и этому вопросу. В 2014 году они были победителями районного конкурса, районного конкурса молодой семьи. То есть это уже вот вторая семья, которая со Старой Беллицы прославляет нашу деревню. Это очень здорово, что мы видим их на экране и говорим сегодня. А я хочу несколько мгновений уделить сообщениям, которые присылают наши телезрители. Скоро народ из города кинется жить в деревню. Такой мой прогноз. Без подписи, уважаемые телезрители. Следующее. От Светланы. Деревня – это прекрасно. Это детство, это юность и просто ностальгия. Следующее. От Филиппа. Мне посчастливилось побывать на этапе конкурса «Властелин села», где конкурсанты демонстрировали свои способности. Молодцы. Лёгкие на подъём. Это очень объединяет. Прекрасно читать такие сообщения. Ребят, как у вас дела? Всё движется? Конечно. Движется. Прекрасно. Лариса, я ещё хочу такой вопрос задать. А как вы заметили Одинцовых? Вот как случилось так, что они вдруг приняли участие в конкурсе? Дело в том, что эту семью нельзя не заметить. Это мои соседи, в первую очередь. Я их вижу и наблюдаю, и, можно сказать, ежедневно и ежечасно. То есть ваша инициатива была позвать их, да? Да. Вступить в наш клуб. И их социальная активность, и общественная такая инициатива, она предложена мной поучаствовать в конкурсе. И, как вот был звонок в эфир, Виктория Александровна сказала, наш внутри такой клубный был конкурс, посвящённый Дню Семьи, Любви и Верности. Он назывался «Знамя Семьи и Любовь». И вот все четыре семьи, они соревновались. Все четыре семьи из клуба вашего, да? Вот именно состав, все они работники сельскохозяйства, наше предприятие «Ксу-Пурицкое». И жёны, и мужья работают на этом предприятии. Все... И все были прекрасны, наверняка, судя по фотографиям. Не то слово. Это было, можно сказать, шоу. И действительно проявились такие способные творческие домашние задания, кулинарные рецепты. Вот символ этого праздника – ромашка. Ромашку изготовили, кто из подручного материала, кто из лозы вот Максим изготовил. Поэтому это... Кто из ватных дисков? Это было настолько интересно и красиво. Необычно, я бы сказала. Спасибо большое. Я обращусь к телезрителям, дорогие друзья. Тема сегодняшней программы вы помните. Деревенские истории. Номер телефона тоже 342243. Пишите, пожалуйста, в Вайбер. Прознакомьте нас с вашими деревенскими историями. Даже самого отчаянного горожанина временами тянет в деревню. Там он находит источник вдохновения и, конечно же, спокойствия. А в чем источник вдохновения для сельчан? Ведь на природе они находятся круглый год. Но и домашнее хозяйство вряд ли можно назвать источником спокойствия. Тут скорее источник суеты. Что подталкивает сельчан к активному образу жизни. Вот это мы сейчас и узнаем. И у наших экспертов. Максима и Кати Одинцовых. И у Ларисы Григоренко, заведующей Старобелецким сельским клубом, библиотекой. И, кстати, дорогие друзья, поприветствуем Юлию Липовскую, второго секретаря Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Добрый вечер, Юля. Добрый вечер. Так вот, скажите мне, дорогие дамы, пока оставим в покое Максима и Катю, вот почему? Это же счастье, что идет молодежь, сельская молодежь, участвовать в этом конкурсе. Скажите, что их толкает к этому? Или все-таки тут скорее БРСМ способствует? Молодежь у нас активная, поэтому это в первую очередь стремление молодых проявить себя, показать свой талант, продемонстрировать свои способности, куда-то продвинуться вперед, пройти. Потому что не секрет, что здоровые, хорошие амбиции, подкрепленные умениями, это тоже хорошо, это тоже приветствуется. И наш проект «Властелин села», проект Белорусского республиканского союза молодежи, который стартовал именно по инициативе нашей организации, он, собственно говоря, единственный, наверное, можно сказать, в республике, который показывает быт, всю красоту, весь колорит села, деревни и именно через призму молодежной организации. Юль, ну я, может быть, немножко с критической точки зрения к этому подталкивают сообщения в Вайбер. А вот в следующем году легко ли будет найти участников? Я думаю, что без проблем найдем, потому что уже в этом году, и мы прогрессируем каждый год, у нас задача, чтобы когда-нибудь все-таки собрать из всех 21 района, 21 семью Гомельской области на областном этапе. Крайоны иногда пропускают. Ну да, конечно же, с точки зрения организаторов, технически это будет не просто 21 семью объединить, огромное количество людей, но мы над этим работаем. И в этом году 10 семей, такого не было за всю историю существования проекта. Нам удалось собрать на одной площадке. Это очень здорово. А в следующем году, Лариса, найдете старой белецы еще в семью, которая не пробовала этого хлеба конкурсного? Возможно найдем, но хотелось бы все-таки еще раз попробовать. А можно, кстати? А можно, кстати, второй раз? Конечно, абсолютно. Я вот смотрю, и у меня предложение уже рождается о том, чтобы ребята в этом году себя попробовали, порепетировали. А в следующем вперед за победой. Они уже теперь телевизионные люди. Вы чувствуете, как пахнет блюдо казахское? Как пахнут манты? Вы чувствуете? Я пойду обязательно посмотрю, что у них получилось. Кать, все здорово. Боже, это чудеса телевидения, да? Да, конечно. Вот это прекрасное блюдо. Горячее, горячее. Друзья, вы посмотрите. Кто будет пробовать? Я предлагаю всем. Всем? Так, все, Катя, вы мне поможете. Максим, ну понятно, что комод мы не сплели, не смогли сплести за одну программу, да? Но вы немножко отдохнули от дел. Ну, хотя бы по одному, да? Ложите по два, может. По два? Так, Кать, хорошо. Так, и салфеточку мы поможем. Лариса, пожалуйста, и салфеточку будем пробовать. Пробуйте, расскажите. Так, это Юля, да? Юля несу. Так. Вот бы... Вообще, манты взят руками. Аслана, положите вилку. Ну, не знаю, мы все-таки попробуем вилочкой. Уважаемые гости, здесь все для вас. Здравствуйте. Так, это мне, да? Да, да, берите. А мужу? Муж пусть доплетает. Нет, 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 Максиму. Максиму тоже, да? Я можно здесь прям вот попробую, да? Так, пробуем. Муж, иди, можешь сейчас за сто. Кать, руками и без ножа, да? Да, да, конечно. Ешьте руками, а не вилкой. На пельмени это мало. Похоже, это лучше, чем пельмени раз в 50. Конечно. Так, это свинина, повторяем, да? Прекрасно, сочная. А как хорошо с зеленью. Дамы, дорогие, как вам ужин в прямом эфире? Это великолепно. Юля, Катю надо без всякой конкуренции сразу в областной конкурс. Катю и Максима в следующем году. Точно. Прекрасно. Максим, я так... А, вы тоже пробуете. Прекрасно. Да, я тоже пробую. У нас есть звонок. И как вот жующий ведущий говорить с человеком? Катя, попробуйте вы, поприветствуйте человека. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер, Гомель. Здравствуйте. Говорите. Да. Меня зовут Михаил, и у меня следующий вопрос. Значит, я по рождению 6,5 лет прожил в деревне. Вот. В данный момент городской житель, и знаю про конкурс «Властелин деревни». «Властелин села». «Властелин села». «Властелин села», простите. Вот. Последние несколько лет проживаю в Гомеле, и меня интересует следующий вопрос. Но у меня навыки деревенского жителя остались. Есть ли возможность участвовать в этом году, либо в следующем, человеку, который прожил длительное время в деревне, но в данный момент городской житель?» Юля, это вам вопрос, да. Спасибо за вопрос. Вы знаете, вы можете участвовать, но, наверное, не в конкурсе «Властелин села». На сегодняшний день у нас есть много других конкурсов. Это «Лучшая молодая семья Гомельщин». Объясню, почему. Потому что одним из условий участия в республиканском этапе, куда идут победители областного этапа, является проживание в сельской местности не менее трех лет. Поэтому на сегодняшний день, если у вас есть три года, это все, конечно, замечательно, но нужно иметь сельское подворье, свое подворье, активно заниматься его ведением, потому как еще одним условием является предоставление видеоролика, который будет отражать ваше сельское подворье и то, как вы им занимаетесь. Поэтому я вам предлагаю переехать на три года в сельскую местность, окунуться снова в эту атмосферу и с удовольствием будем вас ждать на нашем конкурсе. Тогда вам прямая дорога в Старую Биллицу. Кстати, наверное, не любого берете, правда? Ребят, проходите, пожалуйста. Проходите на свои места. Лариса, не любой молодой человек может приехать и вот так вот возьмете в хозяйство. При наличии свободной вакансии и, конечно, предоставлении жилья. Так не получится, не получится. Есть еще один телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Мария. Очень приятно. Я учусь в Гомельском государственном медицинском университете и как молодой специалист имею все шансы поехать в деревню. Но, зная плюсы и минусы жизни там и работая там от моих коллег, я как бы сделала некоторые выводы и вынесла для себя то, что я в деревню ехать не хочу. Ну, первое, это, ну, существует достаточно распространенное мнение о пользе экологии, но, опять же, это зависит от локации места. Второе, молодым специалистам, конечно же, дают какие-то подъемные, да, но в деревне их как бы и тратить негде. Ибо наша деревня далека от европейского уровня, где все стремятся жить за городом. И третий пункт, наверное, для меня самый важный, это отсутствие возможности развития, самосовершенствования как специалиста. Мы выслышали вас, вы знаете, довольно убедительно вы говорите, но я думаю, что у любого из гостей сегодняшней программы есть контраргументы. Хотите их послушать? Даже интересно. Даже интересно. Хотелось бы услышать что-нибудь положительное. А, хорошо. То есть в вашу поддержку, в вашу пользу? Ну, возможно, и в мою пользу, но, скорее всего, отъезд в деревню неизбежен. Вот, так как почти всех молодых специалистов... То есть вы хотите услышать слова поддержки вас, да? Да, как бы я могла там просто выжить. Хорошо. Спасибо вам большое за такой звонок. Это интересный звонок. Но кто начнет? Есть у вас контраргументы? Будущий врач? Есть аргументы. Есть? Контраргументы, да. Один из пунктов был инфраструктура, да, далека от европейской деревни. Можно с этим не согласиться и поспорить, потому как деревня наша активно развивается, возрождается. И я вам больше скажу. У меня тоже есть своя деревенская история. Я тоже в моем паспорте числится место рождения. Одна из деревень нашей республики. Мне пять лет довелось жить. Родственников у меня большое количество живет также в сельской местности. Поэтому могу сказать, что инфраструктура есть. Более того, интернет и некоторые сельские семьи, могу сказать, что имеют уровень достатка гораздо лучше, чем отдельно взятые, скажем так, городские семьи. Интернет, опять же, повторюсь, телевидение, телефонная связь, все это работает. Это, кстати, не обязательно в близости от города. Я приведу тоже примеры. Вот совсем недавно я побывала в ОАО «Звезда» Чичерского района, побывала в деревне Залесье. И мне, честно говоря, вот эта вот картина, так не только меня, журналист, который бывает в разных местах. Молодежь, которая ездила туда, ну, скажем так, на мероприятие, которое организовал Белорусский фонд мира, Гомельско-областное отделение, стало свидетелем вот этой прекрасной жизни. Наверняка нам не все показали, может быть, есть какие-то и минусы, но плюсы явно превалировали. Второй контраргумент был, если я помню, это возможность саморазвития. Да, вот это мне больше всего понравилось. Учиться при наличии интернета можно дистанционно, заочно. Да и тот, кто хочет, ищет способы, правильно? Всегда можно развиваться. Вот пример саморазвития, да? Да. Прекрасная семья Одинцов. Которая с тремя детьми умудряется ходить в клуб молодых семей. Они учатся и из лозы плести, и новое блюдо делать, и детей прекрасных воспитывать. И вешать в шадебный участок у нее. Вести, да, и ягоды выращивать в конце сентября, кстати. Прекрасные ягоды. Есть вам что сказать, Ларис? Я могу девушке только сказать, не надо бояться. Не надо бояться слова деревня. Приезжать и жить активной, позитивной жизнью. А там, где необходим медработник, это, скорее всего, будет не глухая деревня. Ну, это ФАП как минимум. Да, это ФАП как минимум. Это будет амбулатория врачебная. Это всегда в агрогородках такие заведения медицинские. И поэтому не надо бояться ехать в тюрьму. Страха нет никакого. Да и согласитесь, медработник, по-моему, всегда был, есть и будет самым уважаемым человеком. На селе особенно востребованном. И в райцентре тоже. Катя, Максим, есть у вас слова телезрительницы? Обещать, если вдруг так получится, что в Старую Белецу человек распределится. Кстати, у вас есть ФАП? Есть. Есть, да. Вдруг. Обещаете помочь человеку адаптироваться в сельских условиях? Конечно. Есть проблем. Абсолютно. Прекрасно. Юль, скажите, пожалуйста, вот близится финальный этап конкурса «Властелин села-2017». Где он пройдет? Когда он пройдет? И кто от нашей области будет принимать участие? Финальный этап этого замечательного проекта состоится 5-6, ну, конкурсная программа 6 октября в городе Глубокое Витебской области. Конкурс, финал этого конкурса ежегодно таким является кочующим, скажем так. И проходит в том месте, откуда семья победитель прошлого года. Поэтому мы очень надеемся, что в этом году семья Давыдовых из Добрушевского района, агрогородок Борщевка, которые стали победителем областного этапа, представят нашу область достойно. И следующий финальный этап «Властелин-2018» приедет таки в Гомельскую область. Мы будем надеяться, но не будем обременять их вот этой обязанностью. Пусть им выступается так, как выступают. Ну, в первую очередь, конечно. А мы все сделаем для того, чтобы их поддержать. Что могут сделать телезрители? Да, пользуясь тем, что у нас сейчас смотрит аудитория довольно-таки обширно, я хочу призвать всех вас, уважаемые друзья, поддержите нашу семью, семью Гомельщины-Давыдовых, на интернет-голосовании, которое откроется в ближайшие дни. Информацию можно подробно найти про голосование на сайте «Молодежь Беларуси» по адресу brsm.by. На этом сайте будут размещены ссылки, по которым можно пройти и оставить свой голос за представителей нашей области. В первую очередь, будет голосование открыто в социальной сети ВКонтакте, в группе, которая называется «Молодежь Беларуси». Поэтому активно присоединяйтесь, вступайте в группу. Но для тех, кто не состоит в социальной сети, заходите на канал YouTube Беларусского Республиканского Союза Молодежи. Нам важен каждый ваш голос. Ну и можно просто посылать лучики добра и позитива вот этой семье. Уже начиная с сегодняшнего вечера, правда? И все будет здорово. Уважаемые телезрители, вы можете задавать ваши вопросы нам, участникам программы, тема сегодняшней передачи «Деревенские истории». Вы можете звонить 34 22 43, номер нашего телефона, делитесь, пожалуйста, вашими деревенскими историями. Ну а если вы не считаете, что жить в деревне хорошо можно, тоже звоните. Мы попытаемся вас переубедить или, может быть, вы нас переубедите. Дорогие друзья, нам в Вайбер приходит немало сообщений. Некоторые я хочу зачитать. Сегодня у всех есть свой транспорт. А, нет, простите, это не это сначала. Здесь тут вот что было. Так, есть ли жилье надо давать всем молодым семьям, которые честно трудятся, тогда и не уедут никуда, пишут телезрители. Если с детства человека улечь интересным делом, он в нем будет радость искать всю жизнь, особенно в деревенской жизни. Столько всяких увлечений. Я за деревню, пишет Игорь. Кто-то пишет, что нужно получше дороги. Нормальные дороги должны быть в деревне и к деревне. И сообщение автобусное, где поезда нет. Это ж ненормально, если в Салтаново, Речицкого района, добраться можно только несколько раз в неделю, пишет Анатолий. Да. Ну и вот ему отвечает, видимо, прочитал телезритель, пишет. Сегодня у всех транспорт свой есть, поэтому сообщение, поэтому с сообщением о дорогах согласен двумя руками за. И вот такое сообщение. Школа и детский сад в деревне должен быть обязательным. Тогда родители могут на работу хоть и в город ехать, если недалеко. Сергей, и он прав. Хорошая школа в деревне, согласитесь, это просто необходимость. Дорогие друзья, телезрители и гости-участники, я хочу познакомить вас с еще одним гостем. Знакомьтесь, пожалуйста. Евгений Анатольевич Цалко. Кстати, так правильно? Цалко? Цалко. Директор Залезского, Яслей, Сада, Средней школы Чечерского района. Евгений Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы были свидетелем нашей, скажем так, беседы по-белорусску, так, с угощением, разговорами и развлечениями. Как вы считаете, возможно ли жизнь в деревне, вот в Чечерском районе, не в Старой Белице, рядом с городом? Ну, конечно же. Почему? Сейчас те условия, которые созданы в агрогородках, это основной социально-культурный центр, которым является учреждение образования, это наличие ФАПа, это наличие Дома культуры, это хорошее торговое обеспечение. Все эти факторы, они являются ключевыми для соответствующей инфраструктуры и проживания. Это и хорошие дороги, кстати. И дороги, конечно же. Это все является тем ключевым фактором для того, чтобы молодые семьи жили в деревне, оставались и растили своих деток именно на селе. Скажите, пожалуйста, вот вы, как директор школы, недостаток в учениках ощущаете? В нашей школе нет, недостатка нет. Дети у нас в школе обучаются из семи населенных пунктов, осуществляется подвоз двумя школьными автобусами. А наша деревня является агрогородком Чечерского района. На данный момент у нас в школе обучаются 123 учащихся. Это с 1 по 11 класс. Я прошу прощения, здесь картинки пошли, вывели в сеть эти картинки прекрасной и школы, современной школы, которая, кстати, 2009 года постройки. Школа у нас является учебно-педагогическим комплексом, есть детский садик. И на данный момент у нас еще и 40 воспитанников детского садика. Скажите, а какие перспективы открывает хорошая сельская школа для детей в первую очередь? Ну, если брать наше учреждение, да, как сказать, хорошая школа, в ней созданы все условия, не хуже, а в каких-то моментах и лучше, чем у городских учащихся. У нас в школе есть и тренажерный зал, есть прекрасный спортивный зал, стадион. У нас компьютерный класс с доступом в интернет, хотя это уже не новинка и это уже не какое-то там достижение. У нас практически в каждом кабинете среднего звена есть установлен компьютер с телевизором для более качественного преподавания предметов. Ну и много-много других плюсов. Кстати, есть даже научная лаборатория, если я не ошибаюсь. Ну, научная, да, можно так сказать. Учебно-консультационный центр по радиационной безопасности. В нем находится различное дозиметрическое оборудование для измерения уровня радиации. Мы можем измерить уровень радиации и в продуктах питания, и на местности. И активно пользуемся этим оборудованием, так как мы, ну, Чечерский район считается чернобыльским, пострадавшим от чернобыльской аварии. И активно дети привлекаются и местное население, скажем так, ну, в этом направлении. Скажем так, в последнее время, ну, местное население начало немножко отходить от проблемы радиации и, ну, скажем так, не обращают на это внимания. А по нашим, скажем так, анкетированиям, анализу очень основное поступление радионуклида в организм человека – это дары леса. Дары леса, да. Поэтому при школе существует плантация грибов в вешенок, да? Да. Это в рамках работы по радиационной безопасности. Ну, пока ягодники мы показываем. Мы освоили, скажем так, метод выращивания экологически чистых грибов в вешенке на пеньках. Ничего сложного в этом нет, но уровень радиации, накопление радиации в этих грибах в 20 раз ниже допустимой нормы. В то время, как грибы, которые приносили нам на измерение из лесу, порой показывали, всегда были превышения, но порой превышения были в 50 раз больше допустимых. Скажите, Евгений, так вы взяли на себя ответственность научить местных жителей организовать вот эту плантацию, скажем, грибную, или вы оказываете услуги населению и, кроме того, еще и как-то реализуете это? Ну, основная... Вот они, да? Вот и плантации. Да, это вот те первые посадки, которые мы были, ну, вот это, скажем так, результат осеннего плодоношения. Основная задача, конечно же, мы, чтобы поднять проблему среди местного населения, чтобы они все-таки не употребляли загрязненные грибы. А, конечно же, намного выгоднее и, скажем так, употреблять пищу для здорового питания грибы вешенка. В сезон приблизительно надо, там, 10-15 на 7 килограмм тех грибов, да, и это небольшие затраты по посадке и выращиванию их на приусадебном участке. Я думаю, что, Максим, Катя, вы вот просто так не отпускаете, Евгения, обязательно проспросите, как это дело организовать у себя. Да, если у вас такая ежевика с малиной растет в сентябре, то я думаю, что вешенки запросто. Нам есть чем поделиться. Поделитесь информацией? Конечно. Обязательно. Я хочу вот вопрос Ларисе задать и Максиму с Катей. Как вы считаете, какова роль вот хорошей школы, новой, качественной, уютной, перспективной в закреплении кадров на селе, семей на селе? Насколько это важно? Вы видите важность? Конечно. Для того, чтобы школа существовала и для того, чтобы закрепление было в этой же школе или в этом населенном пункте. Ну, детям же надо куда-то ходить, правильно? Конечно. Родители уже могут себе спокойно заниматься той работой, которая необходима для существования их семьи. И просто это необходимый фактор для жизнедеятельности. И если Максим и Катя будут понимать, что Захар и Глеб пошли в тренажерку вот в такую, да, а Ульяна, например, там на танцы в этой же школе, то им будет спокойно работать. Заниматься, да, заниматься на приусадебном участке, это, конечно, все-таки важно, правда? Да. Скажите, пожалуйста, Евгений Анатольевич, вот ваше мнение, ну как дальше будете развиваться? Вообще есть куда еще развиваться? Кажется, уже все есть, уже лучше, чем в городской школе. Ну, скажем так, идей еще много, есть над чем работать, конечно же, ну и всегда учитель это творческий, скажем так, человек, который постоянно совершенствуется. В том числе и в целом учреждение образования. Секреты вы давать не хотите? Приезжайте, увидите. Хорошо, вы дайте такой секрет, как далеко от Гомеля находится Залесская школа, Залессия? Сам Чечерск от Гомеля в радиусе 60 километров, ну а Чечерска в деревне Залессия 8 километров. Это я почему говорю, чтобы зрители понимали, что не только такая благостная картина рядом с областным центром. Вот, пожалуйста, агрогородок Залессия. Но это благодаря и стараниям, ну не только же педагогов, правда, и семей. Это еще и спонсорская помощь, это, наверное, и хозяйство помогает. Как? Ну да, основные вот эти моменты, которые вот тренажерный зал, компьютеры, мастерская обслуживающая труда, где мы установили кухню, сделали для девочек, швейную машину установили. Все это результат привлечения внебюджетных средств. Коллектив активно работает в этом направлении и по различным направлениям. Это работа и с родителями, это работа и со спонсорами. Очень, скажем, часто мы оказываем помощь, посильную помощь сельхозпредприятиям. В ответ они нам оказывают денежную, скажем так. Это работа и с иностранными спонсорами привлечения. Это работа и по различным проектам прооновских. Их очень много, которые мы пишем. Они также финансируются. Это и сбор вторсырья. Я поняла, вы участвуете во всех проектах? Услух населению, да. То есть все, скажем так, по чуть-чуть, по чуть-чуть и целенаправленно аккумулируется на тот или иной проект, который воплощается в школе. Допустим, тренажерный зал, мы там за два с половиной года аккумулировали средства, чтобы его оснастить. Я смотрю на аудиторию, которая говорит, активность, вот что толкает к развитию. Спасибо вам, аудитория. Спасибо. И еще один момент. Буквально через несколько дней страна отметит День Учителя. Ну нельзя упустить такую возможность. И не поздравить педагогов, людей, которые имеют отношение к этому непростому труду. Хотите что-то сказать, Катя, Лариса? Конечно. Давайте. Учитывая то, что мы центру культуры, и наша деревня, и близлежащие, это наше взаимодействие в работе. И хотелось бы руководителю нашего непосредственно учреждения образования, нашей Старобелецкой детский сад, начальная школа Лысенковой, Ирине Александровне, а также всему педагогическому коллективу нашей школы, пожелать, поздравить их с их профессиональным праздником, пожелать творчества, а наша школа преобразилась в последнее время как внешне, так и внутренне, чтобы наши дети выходили и выносили те знания, которые они получают, и в дальнейшем это было их стартовой площадкой для благополучной судьбы. Замечательное пожелание. Я понимаю, что вы адресуете их и директору Золесской школы. А директору, который мы сегодня впервые увидели, познакомились, конечно, это все пусть воплощается, пусть приумножается. Все ваши начинания, пусть будет в вашей школе показательным, ну, не только в проектах, а каждое дело и учебное. А телевидение, вот эта студия, это площадка для обмена опытом. Вот. Катя, ваше слово. У вас скоро будет трое школьников? Да, да, да. Пусть будут хорошие школы, пусть будут замечательные учителя. Да, да, муж скажи хоть что-нибудь. Муж сидит, девка обнимает. Мы присоединяемся ко всем. К речесованным словам мы ее поддерживаем. Конечно, учителя это важно. Точно так же важно, как и животноводы, как и оператор машинного доения, и представители любых других профессий, правда, которые несут в этот мир добро, позитив и свой профессионализм. Евгений, и у вас есть возможность, свои пожелания педагогам? Конечно же, я присоединяюсь с поздравлением. Желаю всем коллегам благополучных, благодарных учеников, их родителей, горящих глаз детей, творческих начинаний. Здоровья, счастья вам и вашим семьям. Огромное спасибо. Спасибо вам, уважаемые зрители, вам, уважаемые участники, ну и, конечно же, вам, уважаемые телезрители. Честь и хвала людям, стремящимся возрождать и поддерживать село. Благодарность каждому, кто пишет свою позитивную деревенскую историю. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» и ведущая Елена Троценко. Всего доброго, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok